Здравствуйте народ, у аппарата Эндрю Ларкин, и сегодня мы поговорим о городской физике дрифта в НФС Карбон. Катаю в общем я такой Старлайт на супре как рукожопый олень, и в один момент меня просто развернуло, и начинаю смотреть назад. И я такой, хмммммм и захотел сделать дрифт по Старлайту в обратном направлении. Причем с городской физикой. Так уж вышло, что благодаря этому выяснились некоторые нюансы городских трасс. С помощью тренера и дрифт ультимедед, я попал на Старлайт вне гонки и начал дрифтить. Но управление стало очень странным и непонятным. Машина очень легко и быстро выпрямлялась, а удерживать ее в долгом дрифте было практически невозможно из-за чрезмерной резкости что ли. И я такой, окей, значит тут что-то не так. Решил в самой гонке с помощью дрифт ультимедед просто поехать в другую сторону, дабы сравнить. Но камера выворачивалась так, что ехать было невозможно. Тут я начал думать. Кажется именно сама трасса, где обозначена желтым на карте, сама корректирует поведение автомобиля. Я не знаю насколько по-разному корректируют управление различные городские трассы, но в любом случае факт остается один. Истинная дефолтная городская физика является сверхущербной. Ее спасают только сами трассы. Прошу заметить, что с каньоновской физикой дрифта таких выпадов нет. Она прекрасно себя показывает как в гонке, так и в нее, и разницы практически нет. Конечно же нельзя быть в этом уверенным на 100%. Я полагаю, что трасса всегда влияет на физику, но в городе это имеет громадное значение, в отличие от каньона. Кстати, в каньоне камеру тоже нехило выворачивает. Просто пипец. Помните два моих ролика на канале Тайкилы? Теперь я понял, почему мой дрифт с городским управлением по каньону был столь ужасным. Ну да ладно. С вами был Эндрю Ларкин. Спасибо за просмотр. Берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok